Слово Слово Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, мои хорошие! Мы продолжаем читать сказочную повесть «Черная курица» или «Подземные жители». Алеша вместе с курицей-чернушкой, которую он спас от смерти, попадает в подземное королевство. Там он получает от короля волшебное зернышко, которое позволяет ему, не учившись, знать любой урок. Алеша совсем перестает готовить уроки. Все вокруг восхищаются его необыкновенными способностями. А между тем, характер Алеши быстро портится. Он много шалит, дерзит учителям и своим товарищам по пансиону, но при этом всегда отлично знает любой урок. И вдруг конопляное зернышко пропадает. Лишь только Алеша остался один, как начал везде искать конопляного зернышка. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушку, простыни. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять. И, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате. И если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на конопли, и зернышко его, верно, которое-нибудь из них успело склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь чернушку. «Милая чернушка», – говорил он, – «любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое семечко. Я право впредь, буду осторожнее». Но никто не отвечал на его просьбы. И он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать. Дверь отворилась, и вошел учитель. «Знаете ли вы теперь урок?» – спросил он у Алеши. Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает. «Ну, так оставайтесь здесь, пока не выучите», – сказал учитель. Велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба. И оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий. Да и как вытвердить двадцать печатных страниц? Сколько он не трудился, сколько не напрягал свою память. Но когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц. Да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату. И с ними пришел опять учитель. «Алеша, знаете ли вы урок?» – спросил он. И бедный Алеша сквозь слезы отвечал. «Знаю, только две страницы». «Так видно, и завтра придется вам просидеть здесь, на хлебе и на воде», – сказал учитель. Пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрый и скромный дитя, все его любили. И если, бывало, подвергался он наказанию, то все его жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен. Но тот от него отвратился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел. И даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. И чернушка меня оставила, подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз. И вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтоб чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится. Чернушка, чернушка, сказал он наконец в полголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица. – Ах, чернушка, – сказал Алеша вне себя от радости, – я не смел надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла? – Нет, – отвечала она, – я не могу забыть оказанные тобою услуги. Хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили. А теперь я не узнаю тебя. Алеша горько заплакал, а чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала, «Теперь я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя оного за твою неосторожность». Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего неплагодарности. Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы справиться. «Ты увидишь, милая чернушка», – сказал он, – «что я сегодня же совсем другой буду». «Не полагай», – отвечала чернушка, – «что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами вверх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться». Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока. И вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц. И мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он, хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила чернушка. «Хм, будто не от меня зависит исправиться», – мыслил он. «Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут». Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать с того, чтобы откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. На этом мы пока остановимся. Так хочется перелистнуть страницу и продолжить чтение, но время нашей передачи подошло к концу. Завтра мы встретимся снова и узнаем, удалось ли Алеше преодолеть себя и исправиться. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Храни вас Господь, мои хорошие.